и вложить сюда большой бутерброд бургер вложить сюда шаурму house mark продается в украине сделано в китае простой регулятор я так понимаю два нагревателя вверху и внизу и вот дальше будет интересно как я его разберу и какая же там неисправность здравствуйте зрители здравствуйте подписчики прислал мне подписчик вот такой классный контактный гриль неисправный с условием что я его отремонтирую и сделаю ролик и оставлю себе подарок так сказать получится отремонтировать или нет сравните размерчик там есть вообще большие я поинтересовался там есть со всякой кучей регулировок уже со встроенным компьютером но зачем мне такой сложный мне нужно что-то попроще состояние поверхностей вроде бы и ничего но увижу какую-то выпуклость не пойму вот здесь вот так верхняя пластина большой мне нравится что большая поверхность так сборник стекающего жира даже не помыли но это все вымывается но его здесь не так много значит возможно был немного лучше чем советская вафельница тем что вот это расстояние можно менять крышка все равно прижмет этот продукт и будет жарить хаус марк принесли этот грилю мастерскую грязный не хочу я дома с такой вещью возиться если получится ее отремонтировать я ее потом от мою эту вещь этот гриль давайте познакомимся с конструкцией на 180 градусов он не разворачивается вот это уже недостаток если захотите друзей угощать развернуть большой гриль то нет только вот эта поверхность но она достаточно такая большая не вот такая есть гриле рак летницы всякие вот такой размерчик не нормально пластины здесь не съемные в дорогих грилях съемные и тэн вместе с пластиной вот как здесь это устроено я не знаю разбираю вместе с вами и интересно мне вместе с вами ну такая конструкция его не конструкция его не самая худшая скажем так это все пластик внутри но снаружи металл смотрите он гарантийный он заклеенный еще он не разбирался я сейчас открою посмотрим а может здесь элементарно шнур выдернули или здесь тоже какой-то предохранитель есть в коробочке ничего интересного соединение синий красный коричневый синий фазой 0 желтый провод это корпус заземление больше ничего кроме вот этих вот четырех саморезов я не вижу вскрываю классно люблю такие неисправности отгорела клемма от тэна я надеюсь тэн остался целый тэн вместе с поверхностью оказывается в общем то если тэн даже сгорел у меня есть всякие интересные тэны которые я могу сюда которые я могу наверно сюда приспособить не проблема ух ты интересно ну пока пытался там саморез крепления открутить рванулась и красненький проводочек вырвался да все равно нужно все перемонтировать так вот что у нас в трубочке в этой термозащитной здесь у нас термопредохранитель он целый или нет и на сколько он градусов 10 амперный 240 градусов вот это вот качество китайское качество ширпотреб вы поняли да только что отсюда открутил желтенький провод заземление а это круг а это крепление пружинки чтобы вот выложить на стол посмотреть на эти пластины да и взять их домой помыть горячей водой вот вам крепление петли левая сторона и вот он поддон да здесь места столько здесь можно такой электроники здесь только здесь столько места может быть сюда еще что-то интересное пристроить а вот с верхней частью сложнее я вот пока не понял как она раскручивается наверное нужно снимать от вот этих вот направляющих может быть крепление под вот этой вот фольгой house mark интересно как раскручивается а вот берем шестигранничек и шестигранничком выкручиваем видите и ту сторону два вот таких интересных винта и освобождается конструкция вот здесь они крепятся провода мешают давайте заглянем термостат тут даже слюдяная пластина подложена такая изолирующая ну и в общем то все смотрите пластины гриля включены наверно были последовательно потому ни верхняя ни нижняя не грелась ну надо конечно разбирать нормально мыть обслужить собрать все зачистите все будет работать у меня только что практически получился истерический смех друзья клемма с этой стороны тоже самое черная пригоревшая вот так вот ну что я вам хочу сказать не покупайте технику house mark но это даже не смешно это значит что клеммы сидели не плотно они не были затянуты вообще это халатность или как это назвать это просто не серьезно термостат к ст 168 а 10 амперный куанли 250 вольт ну по виду все свежак все новенькое пластины неровные так и должно быть чтобы жир стекал или они уже изменили свою форму и верхняя и нижняя пластина не строго горизонтальные вообще конечно дешевочка ребята фольга ну миллиметр может быть толщиной да неужели нельзя сделать нормальную железяку или уже в мире такая напряженка с алюминием я не знаю но что это такое но это же как вот та сковородка которую я вам когда-то показывал я вам сейчас покажу вафельницу советскую другой конструкции я вам уже одну показывал сейчас другую покажу вот это вот друзья вещь у меня прям желание такое вырезать в этих пластинах середину и вмонтировать вот эти вот пластины вот этой вот вафельницы она тяжелая она такая военка ядерная советская вы понимаете я тоже эту вафельницу все хочу восстановить но мне некогда давно мне когда-то соседка ее отдала и вот до сих пор я ее не пустил в оборот замыть помыть и я думаю все получится и буду я на ней готовить вкусные бутерброды не тяните ручку не начинайте разборку этого гриля сниманием ручки тут все хитро смотрите какой крабик не снимите как снимается скоба вот здесь винт и с той стороны винт вот такие и вот так вот хлоп и вот так вот хлоп а если здесь поработать напильником то можно чтобы и гриль разворачивался на 180 градусов я уже понимаю что здесь можно сделать либо вообще вот эти сделать вот другие крепления ребята обожаю такую работу обожаю мне нравятся вот такие вот вещи и 1 и 2 пластина по 14 ом и наверное включаются последовательно иначе разве можно на такой кусок алюминия такую большую мощность зацепить как вы думаете напишите в комментариях под роликом ваше мнение ваше мнение по мне интересно услышать мнение экспертов про вот эту вот железячку вот этот вот гриль звук вы слышите да ничего пользоваться можно сделаю сейчас все будет работать 2000 ватт голограмма фирменное изделие